Все организации, которые получили лицензии, вчера две оставшиеся организации их получили на управление многоквартирными домами. Потому что регулярно возникают вопросы, кто где работает, что обслуживает, какой фонд и где. У нас здесь представлены УАО, управляющая компания Юрий Николаевич Ловиков, агентство комплексного обслуживания Сергей Юрьевич Алков, УК Котельская, тоже Сергей Юрьевич Алков, Единение, как должность у вас? Зам. директора. Коммунальные сети Олег Борисович Сухар, УК Кингисельская, Михаил Пиктор Андреевич, и нет управляющей компанией Город Ивангород, Козлов Михаил Кузьмич. Проблема была в том, что нужно было собрать комиссию по чрезвычайным ситуациям, тем главам администрации поселений, где эти компании работали, и постановлением администрации утвердить временно, на период до получения лицензии, какую-либо управляющую организацию. Значит, это касается в городе Кингисеппе УК Единение. Сколько у вас домов? Пять. Пять домов. Большелудское поселение, это поселок Кингисеппский. В Куземкино перестала работать у нас экосистема. У нас, то есть, из девяти организаций лишь одна экосистема отказалась получать лицензию. Все остальные восемь компаний лицензию получили. Я хочу подчеркнуть, что при лицензировании у нас передела рынка не происходит. Это для ресурсоснабжающих и, так скажем, для населения. Наш муниципальный жилищный контроль в лице Александра Сергеевича, значит, Альча Ивановича, да, здесь присутствуют два инспектора муниципального жилищного контроля. У нас по каждой коммунальной услуге, вот берут там вода, тепло, канализация, газ, электричество и жилье. По чуть-чуть, по 3-5% недоплаты, потихоньку все ресурсоснабжающие организации, управляющие, терпят эту картину. Если все, по 100% будет выплачено и все переваривается на управляющие компании, значит, не будут своевременно ремонтироваться внутридомовые инженерные системы, кровли или что-то еще. Я, например, не сторонник такой политики. Поэтому признаю, что вот у нас в Кингисеппе, в отличие от других районов Ленинградской области, в этой сфере более-менее порядок. И уровень оплаты граждан, спасибо всем, кто пользуется жилищно-коммунальной услугой, довольно высокий. За капитальный ремонт платить нужно. Иногда горящие головы задают вопросы. Капитальный ремонт, что называется, шагает по планете, по нашей кингисеппской планете. У нас в прошлом году на примерно 15 миллионов выполнялся ремонт. В этом году на такую же сумму. И уже планы строятся на следующий год. Еще люди не все деньги заплатили, а уже меняют лифты. В Кингисеппе в городе 4 лифта, 12 этажки поменяли. В Ивангороде в прошлом году поменяли. И в этом году тоже будут. Областной закон об отдельных вопросах по капитальному ремонту. Он не снимает с населения, с управляющих компаний тот капитальный ремонт, который не попал в этот закон. Во-первых, есть дома, которые у нас туда не включены. Маленькие в основном. Которые не попали в программу, так? Да, 36 домов. 36 домов. То есть они должны самостоятельно осуществлять этот капитальный ремонт. Если есть необходимость такого капитального ремонта, инструмент это общее собрание собственников и отдельные взносы на капитальный ремонт таких элементов. В этом году на уровне губернатора Винградской области были совещания, где протокольно зафиксировано мнение создания, может быть, даже регионального обл. водоканала. Как он будет выглядеть, пока неизвестно. Но создана рабочая группа и предложена, ну это как бы роль уже муниципалитетов, продумывает вопрос о создании некого областного такого предприятия. То есть наши собственники должны понимать о том, что мы им оказываем услуги со своей стороны, лицензированные услуги в соответствии с правильным стандартом. И мы ждем от наших собственников участия в этой жизни нашей и в деятельности. А это советы домов, это не просто претензии к дворнику, а это и совместная работа в части содержания нашей территории, наших подъездов, в том состоянии, в котором они были построены, в котором сейчас даются новые дома, красивые дома. И мы всегда рады к диалогу с кем бы то ни было, любые письма, любые визиты мы обсуждаем, принимаем какие-то определенные действия и надеемся на последующие взаимодействия с нашими собственниками. Скажите, а будет какой-то у управляющих компаний, я понимаю, что это будут решать все-таки собственники, а повышение на текущий ремонт и на содержание предполагается? И на сегодняшний день обязанность принимать тарифы по предложению, конечно, управляющих организаций, обязанность лежит на наших собственниках. И ежегодно собственники должны на собрании запросить в нас, предложить, принять этот соразмерный тариф. Мы, например, управляющая компания в прошлом году, в 2014 году прожили на тарифе, который был принят в 2013 году. Так происходит ежегодно, и когда собственники этого не делают, мы обращаемся в органы местного управления, в соответствии с законодательством, свои расчеты и выкладки предлагаем, где появляется тот самый тариф, который, конечно, недостаточен на сегодняшний день. В этом году мы также планируем разговор с жителями, собирать собрание, ручное, которое сегодня будет необходимость, она обязательно появится. Ну и, соответственно, тариф – это, прежде всего, конкурентный материал, то есть у каждой управляющей компании. Поэтому, принципиально, тариф – это тот предмет, который должен родиться в результате совместной деятельности по управлению дома у управляющей компании и собственникам дома. Многие вопросы можно решить на совете дома. Требуется туда, ну, примерно один человек от подъезда, как правило, желание. Этот совет дома по жилищному продукции обладает некими полномочиями, не буду сейчас повторять. Они сами приедут, да. Они регулярно могут собираться и с этим коллективом, а не со всем домом. Предварительно можно обсуждать повестки будущих собраний с жителями, как то установление платы за содержание, ремонт жилья, перевоочередные мероприятия по ремонту и прочее, прочее. Советы домов у нас не во многих домах существуют, но уже идут. Требуется их в каждом доме, там, где есть управляющая организация, где нет ТСЖ или другой фонд. Это аналог правления в ТСЖ. В ТСЖ тогда председатель правления и, соответственно, да. Управляющая компания, прежде всего, это организация, которая занимается получением, ну, скажем, выгоды от своей деятельности. Понимаете, разница вот в этом. Об этом все забываются. И когда рассматривается управляющая компания, это общество, конечно, ответственность. А где в уставе написано извлечение прибыли. Каждая управляющая компания работает для извлечения прибыли. Но вы знали, куда вы шли, и в первую очередь вы работаете все-таки для людей, которые проживают в этих домах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok